В этом видео вы узнаете о том, что нужно знать перед тем, как регистрировать аккаунт в Google рекламе. По-другому Google реклама называется Google Ads. Если вы не будете знать этого, то получится так, что вы зарегистрируете аккаунт, возможно первое время у вас будет все хорошо и все правильно, но потом по щелчку пальцев вы берете и просто теряете ваш аккаунт по каким-то причинам. Либо наоборот, ваш аккаунт начинает вредить вашего YouTube канала. Как это может быть? Например, вы можете взять и лишиться всех денег на вашей Google рекламе, если вдруг так получится, что вы потеряете аккаунт. Возможно, что в конце концов окажется, что ваш аккаунт принадлежит вовсе и не вам, а кому-то другому. И тогда все деньги, которые вы туда загрузили, а предположим, что вы загрузили очень много денег, они все останутся не у вас, а у того человека. Кроме того, тот человек может взять и передумать рекламировать именно ваш канал. Он может подумать и начать рекламировать какие-то свои проекты. И в таком случае ваш рекламный аккаунт будет не ваш и деньги, которые будут на рекламном аккаунте, тоже не будут вашими. В таком случае при обращении в техническую поддержку Google вам никак не сможет помочь просто потому, что вы сами осознанно отправляли туда деньги на этот аккаунт и вы должны были проверить по мнению Google, что эти деньги вы не потеряете. А так как это случилось, вы за это же сами несете полную ответственность. Это первый момент. Второй момент может быть не такой плохой. Предположим, что просто вы что-то не так натворили на вашем аккаунте Google рекламы или пусть даже это были не вы, а ваш менеджер или человек, которого вы наняли для настройки вашей рекламы. Но он что-то сделал и Google наложил санкции на ваш рекламный аккаунт. Чтобы вам было очень сильно просто, то санкции на рекламный аккаунт это что-то наподобие санкции на канал на ютубе. То есть если на канал на ютубе, на видео на нем накладываются санкции, ролики либо не показываются другим людям и нету прироста просмотров, либо просто канал блокируют. Так же и с аккаунтом Google. То есть может быть так же либо очень дорогой показ объявлений, либо просто ваш аккаунт берут и блокируют, если нарушения были серьезными. Третий момент. Если вдруг вы потеряете доступ к вашему аккаунту, то вы можете потерять очень важную статистику и очень важные данные, которые вам придется не восстанавливать, а просто создавать обратно с нуля. Если вы ввели какую-то таблицу или делали что-то в этом роде, это хорошо. Но Google реклама сама в себе содержит огромные данные статистики. Пока вы просто смотрите и настраиваете рекламу, загружаете туда объявление, она вам становится не нужна. Но как только вы приводитесь с одного рекламного аккаунта на другой, вам эти данные становятся нужными. И если вы их просто так берете и теряете, без возможности восстановления, а вы не можете вернуться к прежней почте аккаунта, то, увы, все ушло в никуда и вам придется начинать все с полного нуля. Вы скажете, ну и что плохого? Мы же сейчас начинаем регистрировать Google рекламу. Да, и настройка для нас будет идти относительно легко и хорошо. Но дело в том, что эту настройку нужно будет повторять периодически, по чуть-чуть, делая рекламу лучше. И потом это по чуть-чуть окажется, что мы сделали на самом деле очень сильно много и очень сильно правильно. Но если вдруг мы все берем и теряем единоразово, то все эти по чуть-чуть, которые были для нас уже одним большим и огромным куском работы, они просто берут и исчезают. И нам придется всю эту работу выполнять заново. Предположим, что вы каждый день заходили на 5 минут рекламу и что-то в ней меняли, и это что-то приносило пользу. И это было в течение месяца. Умножаем 5 минут на 30 дней. Сколько минут получается? Уже много. Уже вы, получается, 2 часа настраивали рекламу. А теперь представьте, что это все длилось не по 5 минут в день и не 30 дней, а намного больше. Например, по 15 минут и вы были с этим рекламным аккаунтом полгода. Столько времени опять же сидеть, тем более один раз, вам будет и лень, и скучно, и неэффективно, потому что вы просто не вспомните все по памяти, что было раньше. Поэтому проще не терять аккаунт. И еще есть один момент. Бывает такое, что просто менеджеры, люди, кто-то другой человек регистрировал на себя почту и на эту же почту создавал рекламный аккаунт. А потом вы с ним поссорились, либо он просто взял и передумал, либо вы просто с ним давно не встречались, не созванивались, не общались и вдруг раз и он поменял доступ к вашей почте, к вашему аккаунту. Он может быть даже и не помнит уже, что вы на это так, а вы что-то там регистрировали. Но вдруг в один прекрасный день вы теряете просто доступ ко всему этому самому. И может быть такое, что вы либо поссорились с тем человеком, либо потеряли его контакты. То есть связаться вы с ним и попросить его о том, что вы восстановите этот доступ, никак уже не получится. Так и получается, что вам придется просто начинать все с туля. Это было о важности того, зачем вам нужна именно правильная почта для Google рекламы. Теперь вопрос, какие есть варианты для регистрации почты для аккаунта Google Ads. Первый вариант это регистрировать почту основного владельца канала. У вас есть канал на ютубе, раз вы видеоблогер и хотите прорекомировать видео с вашего канала на ютубе. И у вас там есть обязательно основной владелец канала. Если вы не знаете, кто такой основной владелец канала, чем он отличается от просто владельца канала, или вы не регистрировали ваш канал по именно нашим инструкциям, по инструкции нашей команды, то это обязательно нужно будет сделать. Владелец, просто владелец отличается разительным образом от основного владельца вашего канала. Именно в этой разнице и кроется важность. Если вы вдруг эту важность и эти различия не имеете, либо не уверены в этом, вам нужно убедиться в том, что это именно так. Разбираем плюсы и минусы. Что же такое основной владелец канала? Основной владелец канала это та почта, на которой регистрируется ютуб канал, и больше ни у кого, кроме самого владельца канала, этой почты нет. Это первое. Второй момент. Даже сам владелец почты этого канала регистрирует новую почту просто владельца для того, чтобы уже работать со своим каналом уже с этой второй почты. То есть нельзя сделать так, что раз зарегистрировали почту, а бы как, и начали с нее все делать везде, всюду и везде регистрироваться только с ней. Так делают полные профаны. Поэтому проверьте, что ваша почта зарегистрирована правильно. Кроме того, сказанное выше относится к ютуб каналу. Вы, конечно, можете зарегистрировать ваш аккаунт почты Google рекламы на этот же аккаунт основного владельца, но здесь есть тоже важный момент. Момент заключается в том, что аккаунт ваш канала и аккаунт Google рекламы, они получатся взаимосвязанными, потому что они оба зарегистрированы на один адрес электронной почты. И если получится так, что либо на ваш канал, либо на ваш аккаунт в Google рекламе наложен санкции, то эти санкции вполне возможно передадутся и на ваш канал, если попали изначально на рекламный аккаунт. Либо если что-то наложили на ваш канал, эти санкции передадут на ваш аккаунт в Google рекламе. Поэтому безопасный и надежный здесь способ будет это не регистрировать канал на почту того же самого основного владельца, а зарегистрировать этот аккаунт на почту, которую вы заново еще раз регистрируете. И эта почта будет наподобие основного владельца для ютуб канала. То есть, эта новая почта будет такая же, которую вы зарегистрировали для канала, но при этом ни у кого нет кроме вас доступа к этой почте. И опять же, работаете с аккаунтом в Google рекламе, вы не с этой почтой, а с другой, у которой есть доступ по типу владельца канала, точно так же вы работаете с этой почтой. Какие есть еще варианты неправильной регистрации почты для ютуб канала? Первый вариант, он достаточно частый, это когда почту регистрирует ваш менеджер, какой-то таргетолог, которого вы наняли буквально на неделю, на месяц или на какой-то другой период. Какой-то другой человек, ваш сын, дочь, дедушка, родители, кто угодно. Но эта почта, она пользуется людьми, которые не понимают важности и смысл того, что аккаунт может, просто вы потеряете доступ к вашему аккаунту и что вам очень сильно нежелательно этого делать. Кроме того, если вы нанимали кого-то, то этот человек может при конфликте с вами просто забрать всю вашу информацию с вашего аккаунта и просто уйти, либо начать вас шантажировать, потому что информация будет важной. Например, там будет информация о ваших платежных данных, то есть он как минимум будет знать ваши карты, с которых вы оплачиваете те или иные действия в Google рекламе. То есть этот вариант, когда вы даете почту регистрации другому человеку, он очень сильно неприятный. И еще один вариант, это подтип такого, когда вашу почту рекламного аккаунта регистрировал не просто какой-то другой человек, а кто-то когда-то. Как правило, вы просто теряете доступ, вы уже не помните контакты этого человека и не знаете, кто это вообще был, когда, сколько, какие пароли, логины были и так далее. И в итоге вам тут нужно уже не пытаться восстанавливать доступ к этой почте, а просто брать и регистрировать новую. Таким образом, мы с вами сейчас перечислили все возможные варианты и разобрали, какие они могут быть. И поняли, что самый лучший вариант для регистрации вашего канала, точнее вашей почты для рекламы канала, это зарегистрировать отдельную почту для вашего рекламного аккаунта и на нее зарегистрировать аккаунт и зарегистрировать еще одну электронную почту уже для того, чтобы вы работали именно внутри вашей гугл-рекламы уже с этой почты. Как же регистрировать эту самую электронную почту? Вы должны знать, что очень важно к вашей электронной почте, прежде чем вы начнете регистрировать канал, привязать номер. Номер телефона. Что же, какой номер туда нужно вам расположить? Первое самое, это вы регистрируете новую вашу почту на новый номер. То есть вы выполняете защиту вашей новой почты благодаря тому, что номер, который вы покупаете, он находится именно у вас. То есть вы не регистрируете вашу гугл-почту просто так от нечего делать, потому что гугл-почту можно восстановить пароль. Другой человек может это сделать, если он будет знать ваш номер телефона, который привязан к этой почте. Вам же нужно зарегистрировать именно тот номер телефона, который будет неизвестен другим людям. И именно ради него вы регистрируете эту самую новую почту. К новой почте для аккаунта гугл-рекламы вам нужен обязательно новый номер. Это первый момент. Второй момент, который вам нужно знать, это то, что помимо одного номера, вам нужно туда заложить еще и второй. Второй номер это тот, который действующий. То есть с которого вам могут вполне себе позвонить и вы ответите на этот номер. Потому что иногда менеджеры гугл-рекламы вам звонят по поводу каких-то вопросов, настроек. Либо если вы обращались к поддержке, они будут вам звонить на номер. Поэтому обязательно ставьте действующий номер для гугл-рекламы. То есть вы при регистрации аккаунта в гугл-рекламе, точнее еще до того, как вы регистрируете аккаунт в гугл-рекламе, пока еще регистрируете только почту в гугл-рекламе. При регистрации почты укажите один основной номер, тот, который никто не знает, и номер, тот, который активный, с которого вы, вполне себе, возьмете трубку. Точно. Которой вы пользуетесь. Это защитить дополнительно вашу электронную почту и, соответственно, ваш аккаунт в гугл-эдс, которым вы будете пользоваться. Два слова про создание и настройку рекламного аккаунта в гугл-эдс. Рекламный аккаунт вы можете зарегистрировать как автоматически. Это можно сделать легко, если вы сразу же возьмете, забьете в интернет, создать рекламную кампанию в гугл-рекламе. Сразу же у вас там появится возможность создать рекламное объявление. То есть вы прямо сразу туда загрузите видео. И вы пока будете настраивать автоматически, гугл-реклама будет настраивать ваш аккаунт в рекламе. Это первый вариант. Второй вариант. Это когда вы возьмете и вместо того, чтобы сразу начинать регистрировать объявление, вы начнете регистрировать аккаунт. Оба этих варианта мы покажем в записанных видео. Вы можете для себя выбрать любой, либо тот, который будет рекомендоваться. Рекомендоваться будет чуть больше тот, который изначально вы регистрируете в ваш рекламный аккаунт. Вы, в принципе, можете использовать любой вариант, который вам удобнее и пользоваться любым из них. Это будут два отдельных видео. Поэтому в рамках этого ролика инструкции никаких регистраций, именно нажатий на кнопок не будет. И последний вопрос. Сколько рекламных аккаунтов нужно создавать для вашей гугл-рекламы? Ответ очень сильно прост. Если у вас есть один канал, который вы хотите прорекламировать, вполне себе достаточно одного рекламного аккаунта. Если вы имеете в себе идеи, пока еще вы не придумали, какой будет у вас новый канал, но вы на свой канал уже загрузили несколько роликов, или, может быть, даже на чужой канал, в смысле, на другой зарегистрированный канал, загрузили несколько роликов, но пока этот аккаунт не привязали к рекламе, хотя он ваш, то тогда, пока еще он к гугл-рекламе, как чужой, то тогда к гугл-рекламе вы можете не присоединять никаких новых аккаунтов, вы все еще можете тестировать новые ролики, новые темы для канала на этом же самом рекламном аккаунте. Если вы точно не хотите эту тему на этом рекламном аккаунте сделать основной. Если же вы вдруг решили, что у вас будет несколько основных тем и несколько основных направлений, то тогда вам нужно столько рекламных аккаунтов, сколько у вас каналов. То есть два канала, два рекламных аккаунта, здесь все понятно. Для чего нам нужно загрузировать именно под каждый канал свой рекламный аккаунт? Во-первых, так будет намного проще разбираться со настройками бюджета, то есть одно дело, когда вы загружаете, например, гугл-рекламу 10 тысяч и распределяете их по 5 каналам, и тогда у вас 2 тысячи, получается, расходоваться будут. Но вполне возможно, что они будут расходоваться либо не ровно, либо не так, как вы хотите. В принципе, можно настроить так, чтобы это все было ровно, но намного лучше будет сразу настроить один канал под один рекламный аккаунт. Это первый момент. И второй же момент опять безопасность. Безопасность, когда вы можете просто взяться и лишиться вашего одного канала, либо нескольких, просто из-за того, что вы поленились зарегистрировать ваш рекламный гугл-аккаунт на новую почту. Из этого ролика вы должны были понять, в чем важность регистрации правильной рекламного аккаунта гугл, почты для этого рекламного аккаунта, и заодно, какие номера телефонов должны будут вам использоваться. Домашние задания. В блокноте или документе где-нибудь пропишите, чтобы это не забылось с вами. Важные моменты, а именно ответы на вопросы. Сколько у вас должно быть почт новых? Сколько у вас должно быть рекламных аккаунтов? Для чего каждая почта? Для какого рекламного аккаунта она у вас должна быть? Какая безопасность должна быть у этой почты? И, соответственно, вы должны понимать, какой доступ вы должны быть. Вы должны понимать его. Подробнее доступ мы будем разбирать в другом видео. Но вы должны примерно понимать, почему именно вы регистрируете новый аккаунт для того, чтобы создать гугл-рекламу. Запишите ответы на эти вопросы, а потом вы можете приступать к просмотру и изучению следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!